Из этого общего правила есть исключение, и исключением является мясо и женщины. Именно в их отношении работает обратное правило. Запрещено все, на что не дозволено. Я не знаю вообще историю, историю никаких террористов, которые бы требовали мира. Террористы всегда требуют денег, каких-то наоборот, каких-то политических дивидендов и так далее, хотят прийти к власти. А наши диверсанты требовали мира, остановки войны. Я не знаю других таких террористов. Саламу алейкум. Поклонение должно основываться на шариате, а не на страстях и нововведениях. Также и строительство государства тоже должно основываться на шариате, а вы даже проговорить вслух это боитесь. Нет, Фархад Марданов, мы как раз таки не вынимся и очень легко именно вот эти моменты проговариваем. Но это ведь нововведение, это бит, а то, что ты сейчас говоришь, ты поставил на одну ступень Айбаду поклонение с государством. Это величайшее заблуждение, потому что к этому совершенно разные подходы. Так как в Айбаде запрещено все харам, все то, на что нет прямого указания, то есть все, что не разрешено, это запрещено. А в любом ином вопросе, не касающемся Айбады, в шариате Аллаха все дозволено, кроме того, что запретно, запрещено прямым текстом. Если кто-то не понял, что я имею в виду, разъясню это, более разую, так скажем. В Айбаде, то есть в поклонении Господу, мы не можем ничего от себя взять и сделать. Мы можем сделать только то, на что есть прямое указание, довод. Все остальное является для нас запретным. Как, допустим, четырехракаты намаз, да, или двухракаты, вот эти ракаты, которые прописаны. Мы не можем взять и от себя добавить еще один ракат. Это харам, это будет запретно, это величайший грех. Ты не можешь взять и утренний намаз совершить в трехракатах. Почему ты не можешь этого сделать? Потому что указание пришло только на двараката. Если ты от себя добавишь третийракат, ты постигнешь на право Всевышнего Аллаха узаканивать поклонение. Поэтому общее правило к поклонению такое. Запрещено все, на что нет прямого указания. Все харам, кроме того, что дозволено. А в быту, наоборот, дозволено вообще все, на что нет прямого запрета. Я могу пить эту воду, как я хочу, если не пришел какой-то запрет. Допустим, я пью воду из стакана. Это в своей основе мубах. Это дозволено. Если нет какого-то текста, который бы гласил, нельзя пить воду из стакана. Понимаете? То есть, все, что не запрещено прямым текстом, все это разрешено. И вот теперь, если ты хочешь сказать, что государство, построение государства является Айбадой, то на это нужен довод. Тогда мы это примем и скажем, окей. А, кстати, надо упомянуть, что из этого общего правила бытового все дозволено, кроме того, что нет, на что есть запрет. Из этого общего правила есть исключение. И исключением является мясо и женщины. Именно в их отношении работает обратное правило. Запрещено все, на что не дозволено. То есть, в плане отношений, то есть, интима, и в плане мяса. Запрещено любое мясо, которое не халяв. То есть, это исключение из этого общего правила. Но государство не входит в это исключение. Теперь, если же вы хотите сказать, что государство тоже является Айбадой, то на это нужен довод. Если же вы этого довода не приведете, то это бид-а, который вы вводите в религию. И если же вы скажете, нет, там будете на что-то ссылаться, то я вас спрошу, как же так получилось, если построение государства, по вашему утверждению, если вы так утверждаете, является Айбадой, то как же так получилось, что это нам не разъяснили? Мы разъяснили, как так получилось, что пророк, мир ему и благословение Аллаха, ушел из этой жизни, не разжував нам все в отношении государства. Ушел таким образом, что сразу после смерти, сразу после смерти пророка, мир ему и благословение Аллаха, он еще не был похоронен. Его тело омывалось Али ибн Абуталибом, да будет довольным Аллах и родственниками пророка. И в это время вот его тело еще омывается, он еще не похоронен. Уже в этот момент возникает первое разногласие в вопросах построения государства. Ансары говорят, один правитель должен быть от нас, один от мухаджиров. Омар возражает на это. Как это происходит под навесом Банусаида? Это известная история из Сирии, если кто не читал, посмотрите это. Если бы все это было бы Айбадой, то это должно было быть разъяснено, и никаких разногласий в этом вопросе быть бы не могло. Когда вы начинаете эти все моменты интересоваться ими, изучать, вы понимаете, что государство не является, ни его построение, ни само государство не является Айбадой. Это лишь средство достижения довольства Аллаха. И это относится к бытовым вопросам. Если вы посмотрите первый период праведного халифата, 4 праведных халифа, вы увидите, что они, все они приходили к власти и делали это не по тексту какому-то, а в зависимости от ситуации. Абубакар пришел к власти по ситуации. Он даже не собирался этого делать. Омар присягнул ему на этих дебатах. Понимаете? Случайность. То есть это не было сделано по прописанному тексту, что должно быть вот так, вот так не было. Просто возразив Абубакар, Омар сказал, присягнул Абубакар, дав ему свою другу, и тогда остальные тоже присягнули. Понимаете? То есть по ситуации. Далее Абубакар передает власть Омару по ситуации. Омар просто по ситуации говорит, вот 6 человек, давайте избирайте одного из себя. То есть мы с вами, когда мы начинаем этим интересоваться, мы понимаем, что нет каких-то прописанных, какого-то прописанного текста священного на эту тему. А если бы это была Абубада, то должен был бы быть текст. И все труды ученых, которые относятся к этой политике, они все основываются на вот этих вот моментах. То есть на том, как в свое время импровизировали, грубо говоря, сахабы, из этой импровизации получились какие-то методики. Но это ведь нам говорит о том, что это не является Аббадой. Да, я согласен с тем, что их сунна является для нас сунной, да, в соответствии с хадисом посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Однако это ведь не указывает на то, что это Аббада. Вот в чем дело. Да, мы можем сказать, что сделать так, как сделали они, это лучше. Однако мы не можем сказать, что это Аббада. Вот в чем дело. Поэтому не путайте поклонение с бытовыми вопросами. И мы абсолютно не боимся это произносить и на эту тему говорить. Наоборот, с удовольствием будем обсуждать эти вещи. Почему чеченцы совершали террористические акты захват самолетов и больниц, а украинцы не прибегают к такой тактике? Потому что у Украины нет нужды прибегать к таким методам. Так как у Украины колоссальная поддержка, мировая, и до сих пор идет позиционная война, в которой украинцы скорее даже побеждают, нежели терпят поражение. До сих пор продолжается контрнаступление, они какие-то территории освобождают. Поэтому, конечно, это странно даже сравнивать две войны. Чеченцы, которые не могли противопоставить самолетам, авиации, артиллерии ничего, кроме там, как пелось в этой песне, чеченский атом – это гранатомет. Это было наше самое грозное оружие. И в этой ситуации, конечно, чеченцы пытались хоть как-то привести Россию, принудить Россию к миру. И вот эти вот попытки, какие-то диверсионные акции на территории России, они все проводились с целью привести к миру. И неправильно, конечно, называть их терактами. Это Россия называет их терактами. Конечно, это не были террористические акты, потому что... Я не знаю вообще историю никаких террористов, которые бы требовали мира. Террористы всегда требуют денег, каких-то, наоборот, каких-то политических дивидендов и так далее, хотят прийти к власти. А наши диверсанты требовали мира, остановки войны. Я не знаю других таких террористов. Субтитры создавал DimaTorzok